Всех приветствую, мои родные и любимые, и сердцу моему дорогие христолюбчики, все братцы и сестры во Христе, все люди на земле, всех приветствую, всем желаю всего самого хорошего, самого лучшего, самого светлого в жизни вашей, в сердца, в дома, в души, в тела, во все сферы вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо, ничего вам за это не было, чтобы все у вас было ладненькое и складненькое. И особенно желаю вам святости, достигнуть совершенства. Мы с вами сегодня, это второй ролик в плейлисте 2020, 2020 год, пишу я все это 1 января, 2 часа дня, вы смотрели, ну ролик вообще я назвал, вы видите Иисуса Варнава, человек-убийца или начальник жизни, пойдет он после вот ролика, который вы уже должны были посмотреть, а кто случайно попал на этот ролик, можете посмотреть предыдущий, я еретик, который я записал, после него я записал уже еще один ролик, но и сказал, что он пойдет после этого еретик, но я ошибся, я забыл вот про очень важную тему, очень важное видео, которое я хотел записать, это вот Иисуса Варнава, начальник жизни или убийца, да, губитель, начальник жизни или душегуб, вот, как-то так я назову. Ну, тема это не случайно, не просто так она пойдет и вторым роликом в плейлисте 2020, да, так все тематически будет развиваться. Я когда-то в интернете увидел тоже такую картинку, это Варава или Христос, и так, как не ошибиться, выбирая лидера, да, ну, учителя, как хотите, пример для подражания, учителя, наставника, святого отца, батюшку, да, как это, пастыря. Все это об одном речь идет. И вот я такой же ролик решил записать. Ну, и плюс тема, в очередной раз, ну, или так подоплек, или поводом для него явился некий человек, Паул Фрост, писал мне там несколько комментариев, но в оконцовке я его, конечно же, по-моему, заблокировал, но комментарий этот я сделал скрин, но он, правда, есть, он его тоже не удаляет, я его тоже не удалял, я делаю иногда скрины, чтобы потом, если уж там куда-то пропадут, и чтобы не искать этот комментарий где-то относительно сегодняшнего 1 января 2020 года, уже, наверное, месяц точно есть, я, так скажем, выдерживал паузу некую специально, или, не знаю, случайно, ну, я в основном все силы сейчас бросаю на чтение Писания на канале Христа Люблия, вот, ну, время пришло, вот мы его записываем. Сейчас я вам зачитаю этот комментарий, он у вас на экране. Ты написал, ну, под комментариями очень часто, особенно в видео, которые я выпускаю ответ на вопросы, они в основном по воскресеньям бывают, я там делаю такой комментарий, его закрепляю под роликом. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, делитесь эмоциями от услышанного, всегда с радостью читаю ваши комментарии. И тут же обзываешь людей бесноватыми, я обзываю людей бесноватыми, дьяволами, убийцами, зомби, фанатиками и тому подобное. Кто ты после этого? Да кто? Обычный человек, христианин, идущий в небесное царство узким путем. Кто ты такой, чтобы судить и обличать, не зная ничего о людях? Так, сейчас мы, я хочу, знаете, как комментарии, давайте я кратко буду очень комментировать, потому что по сути все видео, это будет ответ на весь этот комментарий, но чтобы вы услышали его целиком, уловили суть, поэтому я хочу прочитать. А по поводу обзывания, да, вот он мне предъявляет, кстати, он мне почему-то предъявлять может, что я это делаю, то есть он меня, значит, вы знаете, да, мы уже хорошо добрались до второго, это не судите, значит, он меня не судит, когда вот он пытается мне что-то написать, меня он тоже судит, он прямо говорит, я делаю то-то, то-то, то-то. Значит, факты моей жизни, мои поступки, вот этот некий человек, Пау Фрост, имеет право делать, и он себя считает кем-то, ну, наверное, не тем, кем он меня считает, вам так не кажется? Он перечисляет мои поступки, и я согласен, что я именно так и поступал, значит, он меня не судит, он меня не обличает, а я, значит, говоря о ваших поступках, когда вы убиваете животных, значит, я вас сужу и обличаю, вы не чувствуете тут тавтологии и нелогичного бреда, за который он, возможно, опять на меня наедет? Ну, я его, правда, в комментариях, по-моему, заблокировал, ну, суть ясна, да? Значит, когда я называю ваши поступки своими именами, я всех обличаю, я всех сужу, хотя здравые люди, познавшие истину, понимают, о каком суде говорил Иисус. Когда ему привели осудить женщину, взятую в прелюбдеяние на смерть, он этого не сделал, но при этом, когда она уходила, он ее, так скажем, отпускал, хотя он ее не держал, она ему не принадлежала, он сказал, иди и впредь не греши, признав ее грех, назвав ее грешницей, более того, призвав ее к покаянию. Значит, когда Иисус в пятой главе вырывает эти слова из контекста «не судите, да не судимы будьте», это, наверное, что-то другое значит, потому что когда к Иисусу ее явно привели осудить на смерть, по закону Моисеева, он это не сделал, но он ее обличил в грехе и призвал к покаянию. Поэтому ты, дорогой мой Фрост, если ты будешь смотреть это видео, это ты не прав, а не я. Потому что ты точно так же пытаешься называть мои поступки, и я не против, что ты их называешь, только мои поступки не грешны. Это по поводу судить и обличать. И ты в чем меня укорил, в чем я согрешил, как ты считаешь, что я назвал вещи своими именами людей, которые убивают животных бесноватыми, дьяволами, убийцами, которые убивают, зомби, фанатиками и т.п. Более подробно, сейчас мы это опускаем, и я буду давать развернутый ответ, но я просто кратко даю комментарий, что это не грех. Я называл вещи своими именами, и людей, совершающих эти поступки, я называл теми вещами, которые называются во всем мире. Об этом я сейчас позже скажу. По поводу обличения, осуждения я тоже сказал. Ты точно так же меня тогда обличаешь и судишь. Только мне это ничего никакого, ни холода, ни горячо от этого, потому что ты ни в чем плохом меня не уличил. Убивающий, я об этом позже скажу, вот я не могу просто удержаться, убивающий – это убийца. Я не обзываю никого. Убийца – это необзывательное слово, это констатация факта, это твоя сущность, это твоя профессия, если хочешь. Вы каждый день убиваете животных, вы убийцы. Это не обзывание. Поэтому это ты меня неправильно судишь. Хотя при этом ты спокойненько выскажешь свое мнение о моих поступках. И, кстати, я тебе рот не затыкаю. Просто ты там еще кое-что понаписал. Это я лишь один комментарий взял, после этого я, естественно, тебя заблокировал. И плюс я эту ахинею, естественно, читать каждый день не собираюсь. Один раз достаточно. Судить будут не за то, что съел. Да, судить будут не за то, что ты съел, а за то, что ты сделал. Ты прежде чем сожрать труп убитого животного, ты его убил. Живую душу погубил. Ты убийца, ты будешь гореть в аду. А вот слова судишься и словами оправдаешься, ты оскорбляешь людей, которые есть образ Бога. Вы не образ Бога. Сейчас мы дойдем до слов Иисуса. Вы убивающие души, губящие чужие души, невинные души. Вы не образ Бога. Вы сатаны. Вы бесы. Не образ даже беса. Вы дьяволы. И отец ваш сатана. Я сразу отвечаю, в принципе, по сути этому комментарию. Поэтому ты никакой не образ Бога, если ты убиваешь. Если ты не знаешь этого, то какой же ты свет? Я знаю это, поэтому и говорю. И отошел ты не от православия, а православие вообще говорить даже не хочу. Об этой псевдо-христианской сетевой, псевдо-христианском сетевом бизнесе я и говорить-то не хочу серьезно. Отвернулся от христианства, а значит от Христа. Но это, вот, смотрите, я сколько раз это показывал. Во-первых, я говорю в толпу. Если ты этого не делаешь, тебя это вообще никак трогать не должно. Если ты грешишь, значит покайся. Ты спокойненько меня судишь. От чего я отошел? Ты меня лично причем? Я тебя еще не знаю. Ты аватарка под непонятным для меня именем и картинкой с буковкой П. Все. Вот, я действительно тебя не знаю. Я тебя вообще не трогал в своих видео. Я тебя знать не знаю. Я обличаю мир во зле. Если ты к этому злу причастен, возьми и покайся, и не будь причастен ко тьме. А если ты обличаешься во грехе, и тебя бесы раздирают, чтобы заткнуть мне рот, потому что я говорю истину, благовествую истину, то это твои сложности, а не мои. Гореть в аду будешь ты, а не я, потому что я не отошел от истины. И от твоего псевдо-христианства я благовествую жизнь, а вы благовествуете смерть. Вот разница между нами. Значит, и любви в тебе нет. Ну, это твои личные. Ты мне спокойно судишь, значит. Я говорю, вот все, заметьте, те, кто запрещают судить, спокойненько меня судят. Спокойненько. Причем, вот именно в своем понимании, они сами себе противоречат. Я как раз, вы слышите, что вкладываю, что и вкладывал Иисус. Он не осудил на погибель. Он не позволил отнять жизнь и даже здоровье у этой женщины, там, избить ее не позволил, да? Но он ей сказал, что она грешница и что она должна покаяться. Ты же спокойненько выносишь мне вердикты, кто к чему ты сам, говорю, что этого делать ни в коем случае нельзя. Вот абсурд ваш. Вы сами не соответствуете своему учению, потому что оно ложное, вы не можете по нему жить. Вы всякую ахинею проповедуете. Скорее всего, ты православный, раз ты за православие зацепился. Ваше благословие, оно нулевое. Оно людям ничего не дает. Это лжеистина. Куда ни тыкни. Куда ни тыкни. Поэтому вы не способны по нему жить. Вы проповедуете святых святых отцов, сами ее не достигая, но несущие ахинею, что кто-то может ее достичь. Как вы можете кого-то чему-то научить, если вы сами этого не достигли? Я проповедую то, что я достиг сам и познал опытом. Если ты говоришь, что нам неизвестно, что Иисус ел, тогда ты сам во тьме бродишь. Иисус не только говорил, где лучше, по-твоему, убивать живые души, рыбу, в больших количествах кормил плотью тысячи на проповедях, но вполне себе ее кушал. Ты же не выше Евангелия. И оно гласит, они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взял, ел перед ними. Если это не доказательство, то тебе что еще доказывает? Кратко скажу, потому что у меня нет еще этого ролика. Я все обещаюсь только записать, но я все не успеваю. Я не могу все сразу сделать. Где Иисус кормил рыбой, эта рыба была убита не им, она была у людей. Ее приумножили, и это уже не убийство. Какая уже разница? Иисус лишь не позволил это выкинуть. Иисус не убивал эту рыбу. Он не говорил ее убивать. Люди принесли убитую, приготовленную рыбу с собой. И Он позволил ее приумножить. Это раз. Второе. Когда ему подавали еду, не написано, что Он ел. Слушайте, если я прихожу за стол и там чего только нет, это не значит, что я все ел на этой свадьбе и все попробовал. Написано, подали то-то и то-то, и Он ел. Что Он ел, мы не знаем. Если ты глухой и слепой, это твои сложности, опять же, не мои. Более того, это люди переписали, написали, переписали, перевели, перетолковали мне эти бумажки. И даже в этих, написанных людьми, переписанных, переведенных и перетолкованных в бумажках, не написано, что Иисус ел. Ему подали, Ему дали выбор. Везде, где есть места, где Иисусу предлагают что-то, мы всегда, кроме той же самой рыбы, на которую упираетесь, видим и еще что-то. Хлеб. В той же самой пустынных местах. Мед. Что Он ел. И мед не едят просто так. Он либо с хлебом ест, поэтому там еще на тарелке хлеб был, о котором нам не сказали, либо такая ложечка или еще что-то, как он будет пальцем, что ли, есть мед. Нам об этом не сказано. Поэтому, что Он вкусил, никто не знает. Не надо извращать Писание. Я, в отличие от вас, хотя бы тем же самым Писанием пользуюсь честно. Если это не написано, ты не можешь мне доказать обратного. Я не могу доказать тебе тоже в оконцовке. Ни тебя, ни меня, там через две тысячи лет, сейчас, когда мы об этом рассуждаем, нас там не было. Но ты в это вкладываешь свой смысл. Я свой. Нам оставлена свобода, о которой мы сегодня закончим. И каждый пусть избирает свой путь. Убивать тебе или не убивать. Так, где вон тут деяние? Что-то я не вижу. Голова, глаз, небо, Петру был, заколай, ешь. Всякие пресмыкающие птиц небесных и прочих живых душ, которые ты есть, когда ты запрещаешь. Запрещаю, во-первых, не я, а Бог в первой главе. Это раз. Второе. Вот я удивляюсь злым сердцам. Они готовы все извратить. Петру был сон, который дал ему проорозом, так как в иудействии не Бог дал, а Моисей, не знавший истины, научил там людей чистым, нечистым, животным, всему этому бреду религиозному. И то, что Петру по этому же образу, который далеко тоже не был познавшим истины, был образ о том, что можно есть все. Значит, можно и проповедовать всем людям, чего они не поняли за три с половиной года хождения. Обрати, дорогой, на это внимание. Первые ученики, которые ходили прямо с Иисусом, после того, как он возносится на небесах, еще несколько лет не понимают, что христианство оно для всех. И ты мне будешь рассказывать, что они понимали всю истину. Они даже не шли проповедовать по всему миру. Они шли проповедовать лишь евреям. Это описано в восьмой главе книги Деяний, в которой всего 20 с небольшим глав. 28, ну 30 пусть, ладно, с большим. 30 глав округлим. Причем повествование о Петре заканчивается на 15 главе. И книга далеко не ему посвящена. И мы видим, что они не понимают, что нужно благовествовать всем народам. Значит, Иисус их не учил всем? Значит, христианство это не для всех может быть? Вы готовы все оправдать. Вы любое убийство оправдайте любыми вещами. Любой грех, любой беззаконие. Я это давно убедился. Я лишь на твоем примере просто хочу это в очередной раз показать. А еще Христос учил учеников, где приготовить Пасху. Иисус не учил учеников готовить Пасху. Этому научил их Моисей. Человек, не знавший истины. Убийца. Жестокий человек, для которого жизнь человека ничего не стоила. Я уж молчу о животных. Жизнь человека для него ничего не стоила. У Иисуса спрашивали, где приготовить. Его спрашивали те люди, для которых жизнь человеческой тоже ничего не стоила. Эти же люди за несколько дней до этой Пасхи предлагали ему, а даже не предлагали и не спрашивали. А чуть ли это хотели сделать, только Иисус их остановил. Спалить весь город, который не принял их. Иисус не учил никого убивать животных. Только такие, как ты, убийцы могут это проповедовать. Иисус никогда не учил не убивать никого и даже животных. Никогда и нигде. Вы знаете, я не удивлюсь, если когда нам откроется все в полноте, мы узнаем, что Иисус не только на прощальном ужине ягненка заменял хлебом, что он делает постоянно. Но его ученики, которые не способны были видеть свет, мы видим это во всем Евангелии. Чего они понимали? Много они поняли? Про Моисея я вообще молчу, где ты на Моисея ссылаешься. У меня ролик есть. Если это твое Царство Небесное, упаси меня Бог от вашего Небесного Царства. Я не хочу быть там ни с тобой, ни с Моисеем, ни с такими, как ты, со всеми убийцами и насильниками. Вы насилуете чужую волю. А еще Бог, на Которого ты ссылаешься, вполне себе убил много египетских первенцев. Бог взял эту жизнь, Бог ее забрал. Бог этих первенцев в Египте кротко и аккуратно, но он их не пожирал. Он не ломал их ни души. Бог дал свое дыхание и точно так же забрал его для вразумления египтян, которые беспощадно насиловали и убивали этих же евреев. Это сделал Бог, и Он не учил тебя этому делать и это повторять. Бог забиранием жизни этих первенцев, от скота до ребенка, тебя этому не учил. Бог дал жизнь и сам своим дыханием нежно забрал ее. Вот и все. Бог дал, Бог взял. Тебя Бог нигде жизни забирать не учил. Это то же самое, в чем ты обвиняешь. Обвини тогда Бога в том, что Он вообще одел человек в кожные ризы. Он и одел, и облег его в смерть. Это сделал Бог для того, чтобы мы, познав эти страдания, крайней степенью которым у учения является смерть, хоть что-то в этой жизни поняли. Вот и все. Этим пользуется Бог. Ты убиваешь ради своей похоти, чрева, очей или гордости житейского, как это делают охотнички. Ты еще за них заступись. Про Авеля. Но начиналось то убийство. Заметьте, он сам называет это убийством. Человек безумен. Человек, который пожирает трупы животных, становится просто безумным. Знаете, более того, если бы я всем говорил, слушайте, я вот ангел сошел с небес, я такой же, как и вы был. Я покаялся. Свет прозрел меня, я сам в шоке от того, что мы делаем. Он сам говорит, началось это убийство с Авеля. Ты называешь это убийством. А мне как вас называть? Ангелы непорочные. Да вы дети дьявола, которым я был, но я покаялся и стал сыном Божьим. Стал. Не по вере, а по изменению своей жизни в любви к творению моего небесного Отца. Ты это творение ненавидишь. И Авель, я в своих роликах говорил, ненавидел Божье творение. Вы зло называете добром. Это безумие человеческого. Бог послал единородного сына. У вас Бог плохой. Вы все хорошие. Бог у вас плохой. У вас Бог не любит ни животных, даже сына собственного. Это ваш Бог, это не мой Бог. Мой Бог Иисус Христос, который никого не убивал. Он никого не учил убивать. И Он сам пришел, Он себя отдал. Он и есть Бог. Он себя принес вот таким вот безумным в жертву, чтобы вы покаялись. И я. Я покаялся. Я покаялся. Теперь проповедую покаяние вам. И еще интернет – это не твоя квартира, а вполне общественная площадка. То есть улица. В своей квартире ты можешь, например, гомосячить потихоньку, раз женщина тебя не интересует. Слушайте, вот человек, когда я называю вас убийцами, я говорю правду. Что ты сейчас делаешь? Во-первых, интернет – это общественная площадка, но канал на ютубе – это моя площадка, дорогой ты мой. Если бы это было не так, я бы не мог тебя заплакировать. Мне сам ютуб дал. Это право. Значит, это моя площадка. Интернет – да, это сеть. Ютуб-канал, твоя социальная страничка в соцсети – это не общественная. Ты спокойненько блокируешь тех, кто тебе пишет гадости. Ты это делаешь точно так же. Ты никому не позволяешь на своей стене в соцсети. А страничка на ютубе, если ты не в курсе, и страничка вконтакте ничем не отличается. Это лишь другое оформление, обрамление, как хочешь. Другая площадка – ютуб, моя страничка, канал просто называется. Вообще-то сейчас в Одноклассниках тоже все это называется каналом. В той же самом ВКонтакте, просто по другому названию, хорошо. Есть группа, есть твоя стена. И вообще-то я сомневаюсь, что ты там на своей стене, вы вон все поотпрятались. Тебе не то, что общественная площадка, что-то я к тебе зайти не могу. Где твои социальные сети? Где открытые стены? Я тебе сейчас тоже напишу там в ответ. Я этот ролик у тебя на стене выложу. Если ты находишься в общественной площадке, что ж ты, дорогой-то, спрятался, как трус последний? Открывай свои странички, открывай свою стену, я этот ролик у тебя выложу на страничке. Пусть тоже все посмотрят на общественную площадку. Мой канал – это не общественная площадка, где всякие неизвестно кто может все, что себе захочет, нести и выкладывать. Нет, дорогой. Ты на своей, пожалуйста, можешь про меня нести все, что угодно. Ты публично вот это несешь. Где я говорил, когда что меня не интересуют женщины? Это человек, который обвиняет меня в том, что я обзываю убийц убийцами. Ты сам про себя, ты сам себя, вот все, что ты вот это написал, ты сам себя называешь убийцами. Более того, ты пытаешься это убийство преподнести как благо. Я нигде никогда не говорил, более того, я говорил обратное. Если ты не в курсе, дорогой, да покаяльнее, я жил с двумя женщинами одновременно. Ты хочешь меня опозорить на весь интернет? Да делай у себя. Вот если ты будешь это у себя делать, я отвечаю только тебе потому, что ты влез своими грязными лапами в мою квартиру. Вот и все. Только поэтому. Именно поэтому я блокирую, потому что я не хочу помои всякие у себя дома держать. Вот и все. Ты мне про гомосятину пишешь. Или дерьмо ложками, если у тебя хобби это твои проблемы. Кошмар вообще. Но когда ты свои фекалии на улицу выбрасываешь из окошка на головы, а на подоконнике глину месишь и людей кроешь почем зря, то это уже не твоя личная жизнь, а нарушение установленных правил, что чревато. Ну и чем ты меня угрожаешь? Ты говоришь, что ты свете и вещаешь истин. Только вот Иоанн был послан свидетельствовать явно не о Диме Кузнецове. Ты кем себя возомнил? Цитата из великого князя Кладезя Знаний Димона Воронежского. Отвечает на сей вопрос. Со мной можно говорить, если вы готовы слушать истину, а нам не о чем общаться или начнете меня убеждать. Покайтесь мне бесноватые убийцы из тьмы, ибо я свет, не хочу с вами общаться. Все так и есть. Здоровье тебе и завязывай ты этот настой гремной употреблять. Я тебе, во-первых, лично говорю. Если ты хочешь побеседовать, если ты такой свет, ты из своей тьмы вылазь, у меня открыт скайп, у меня все открыты. И покажи свое личико, дорогой. И покажи свой голосочек. Хочешь приехать, приезжай. Скажешь, куда мне приехать, если ты в зоне досягаемости России. Я сам к тебе приеду. Ну, если, конечно, это не в Владивостоке, у меня нету 50 тысяч на авиабилеты к тебе летать. Вы смелые только, вот прячась за этим. Мне столько звонит, звонит, пишет. Я говорю, давай в скайп выходи, пусть все на тебя посмотрят. Ты скажи это публично, то, что ты говоришь. Скажи, что ты убийца. Ты есть он. Я не обвинял тебя в гомосяте, никогда не знаю ничего о тебе. Ну ладно, комментарии мы почитали. Мы переходим к... Я набросал себе, естественно, пометочки вот эти. Заметку. Я, кстати, вот я говорю, вы свои комментарии, так и называйте. Я убийца животных, ангел сатаны. Что такое ангел сатаны? Ангел. Послал Бог ангела перед Иисусом. Да, вестник. Ты вестник дьявола. Сатана есть убийца. Вы убийцы. Так и называй. Я вестник сатаны, сейчас буду тебе вскрывать мозг. Апостол, проповедник ненависти, жестокости, убийства. И так же подписывайся. И начинай подписывайся. Тогда это будет правда. Это будет про вас. Будет все от первой до последней буквы. Так, давайте мы с вами еще, кстати... Вот я хотел бы... Ролик получится длинный, набирайте терпение, кому интересно. Обращаемся куда мы с вами? К Википедии. Обращаемся к Википедии. Читаем. Убийство. Лишение жизни кого-либо. Заметьте. Все. Одно предложение. Лишение жизни... Что такое убийство? Лишение жизни кого-либо. Я даже рано перешел. Вот я хотел вам... Так. Да. Сначала я хотел... Вот то, что я себе набросал, зачитать. Убийцы по Википедии. Это тот, кто лишает жизни кого-либо. Ты убиваешь? Ты убийца. Ты делаешь это неоднократно. Ты душишь... Живые души? Ты души губ. Ты что, не в курсе? Ты не читал первую главу книги «Бытия», что душами живыми обладают все рыбы, все птицы, все животные? Ты убиваешь душу, губишь ты души губ. Ты не я, я не обзываюсь на вас. Это твое определение. Ты дерешь живые души, эти цирки вы там ходите, парки, зоопарки. Ты дерешь живую душу, ты живодер. Ты точишь? Ты токарь. Ты рубишь лес? Ты лесоруб. Ты пекарь? Ты печешь. Ты убиваешь, ты убийца. Это не я, я тебя не обзываю. Я вас никого не обзываю. Вы просто есть, они. Вот и все. Не надо обижаться. На правду не обижаются. Правда, она просто правда. Ты убийца. Ты души губы. Вот и все. Чего тут непонятного? Это не оскорбление. Он меня обвинял в оскорблении. Хотя сам меня стал и подкалывать, как вы видите, и наезжать. И унижать. Что это ты про гомосоксалятина? У тебя самого проблема? У меня нет. За меня могут столько невест сказать и женщин, с которыми я был. А вот кто ты такой, я не знаю. Разве это не так? Давайте еще раз к Википедии более полно прочнем. Чтобы не говорили, что я вырвал из контекста. Читаем. Это лишение жизни кого-либо. Все. Точка. Дальше идет разглагольствование. Но заметьте, даже как это написано. За что я люблю, это свободная энциклопедия. В судебной медицине убийство рассматривается как один из родов насильственной смерти. Покажите мне хоть одно животное, которое само на нож кидается. И в широком понимании к убийству как к роду смерти относятся самые различные посягательства на жизнь человека, приводящие к наступлению смерти, как умышленное, так и неосторожное. Современное российско-уголовное право, заметьте, это только современное уголовное российское право, исходит из более узкой трактовки, понимая по убийствам, только умышленное причинение смерти другому человеку. Заметьте, это современное уголовное и лишь российское право. Оно не предумышленным убийством, даже убийством не считают. Пожалуйста. Короткое определение убийцы – это лишение жизни кого-либо. Все. Дальше мы, оказывается, читаем, конечно, в каждой стране может, пожалуйста, по Моисею побить камнями за то, что ты в субботу дрова собрал, это тоже не убийство, потому что он же сам в этом же списке десяти всего заповедей говорит «не убей» и спокойненько за собирание дров в субботу убивает человека. Для него определение убийства в эту Википедию вообще никогда не влезет. Это Моисеево определение убийства, но не Божье. Божье определение – вот оно, краткое и понятное. Лишение жизни кого-либо, которое было от начала дано в раю. Любить все Божье творение. А это, пожалуйста, вы можете жить вообще в каннибалистическом обществе, и не раз такое было. Что дальше? В более старых российских законах, а также в праве других странных убийством может называться и неосторожное причинение смерти. Может да, а может и нет. Убийство практически всегда и во всех культурах мира является морально осужденным и юридически наказуемым преступлением. Читаем дальше. Понятия. Трактовка понятия убийства вызывает множество моральных и юридических вопросов. Ну, ту автора статьи вызывает, а у меня нет. С точки зрения современного права преступность считается причинение смерти другому человеку. В большинстве стран суицид не рассматривается в качестве уголовно наказуемого деяния. Пожалуйста. Самоубийство не считается наказуемым. Практическая значимость такой позиции обнаруживается, когда имеет место неудачная попытка самоубийства, которая не может квалифицироваться как покушение на жизнь. Исключением являются случаи, в которых действия, направленные на лишение человека себя жизни, содержат иные составы. Например, самоубийство, совершенное способом, ставшим под угрозу жизнь других людей при наличии вины или самоубийства террориста-смертника. С юридической точки зрения, согласно статье 105 Уголовного кодекса России, убийством является только умышленное причинение смерти другому человеку. Вот вам, пожалуйста. Я говорю, по закону Моисеева, убийство за собирание дров в субботу, за поклонение иному богу, за непочитание отца и матери, за прелюбодействие – это все не убийство. Потому что он же в этом же Уголовном кодексе пишет, что не убей, но при этом можно убивать, лишать жизни человека за другие преступления. Вас устраивает такой закон? Пожалуйста, меня нет. Я не хочу жить ни в Царстве Земном таком, ни в Царстве Небесном. Мне закон Моисея не нужен ни на земле, ни на небе. В советском уголовном праве существовали дефиниции неумышленного убийства, но в современном российском уголовном законодательстве оно было замечено понятием причинения смерти по неосторожности. В некоторых случаях закон допускает умышленное лишение людей жизни, противника комбатанта во время боевых действий, осужденного при смертной казни, преступника при необходимой обороне себя и других лиц, заключенного при попытке к бегству из-под стражи, нарушения при попытке проникновения на охраняемой ттт. Ну короче, все понятно. Так человеку, нечаянно стрелившему у кого-то в результате игры с оружием, может быть вменено убийство, а убившему человеку в драке и причинение смерти. То есть я к чему вам все это прочитал? К тому, что, пожалуйста, конечно, каждый вправе толковать. Я вас называю убийством убийцами по своему, конечно же, убеждению, которое считаю убеждением Божьим и истинным. Лишение любого существа жизни на земле – это убийство, потому что зло злом не побеждается. И мы все хотим в небесное царство, достойными гражданином которого мы не хотим почему-то явиться на этой земле, где нам Бог и дал испытания, чтобы мы такими здесь уже стали и достойно туда вошли. Читаем дальше. К причинению смерти животным в различных культурах относятся по-разному. В русском языке слово убийство к животным формально не применяется, а используется слово забой животных. Вы знаете, я как-то пост там выкладывал, хорошая карикатура была, проповедник там как бы говорит в ответ ему девушка, где написано, что забой – это плохо, вот типа вот этого вот получеловека, который мне сегодня комментарий писал, потому что бесноватый – это получеловек, вот когда от него бес отойдет, он обратно вернется к нормальному своему состоянию. И она кричит, где написано, что забой – это плохо, ей хорошо проповедник ответил, в самом слове – забой. Вы мне пытаетесь доказать, что убийство – это хорошо. И я с такими людьми должен общаться. Да, я свет, вы тьма. Не верите моим словам, посмотрите на мои дела. Мои дела несут свет, ваши дела несут тьму. Как гуманно назвали. Здесь очень хорошо в Википедии, обратите внимание, я не просто так всегда это зачитываю. Не для словца, а для красного. До чего мы докатились, люди? Для нас слово «убийство» мы заменили «охота». Какое слово-то хорошее – охота, похоть. Охота и похоть, вы знаете, что это одно и то же слово? Ох, как охота. Это похоть, неудержимая похоть. Охота ему. Че тебе заяц сделал? Беззащитное животное, ты идешь, как головорез, весь укутанный железом, с айгаками, вот такими вот стволами. Или вы там на тигра с вертолетов, на всяких там оленей охотитесь. Да вы вообще что ли безумны? Это охота. Промысел. Ой, какое хорошее слово. Слушайте, промысел. Это не убийство, это промысел. И вот этот вот получеловек, и таких у меня каждый день по 10 штук, пытается меня убедить, что я бесноватый. Добыча зверя. Убийство беззащитного животного, добыча зверя. Живой души, которая чувствует, переживает, боль испытывает. Все чувства человеческие, материнские инстинкты, отеческие инстинкты. Это добыча зверя. Ой, какая прелесть. Прям читаю, у меня аж прям какая благодать на благодать на сердце. Ну, слава богу, это не убийство. Расценивать, как убийство или нет, зависит от моральных взглядов и наличия или отсутствия сострадания к умершвленным существам. Сделай, дорогой мой вывод, из этого предложения. Ты просто камень. В тебе нет сострадания. В тебе нет сострадания. А также от формального подхода к грамматическому толкованию самого понятия убийства. Ну да, давайте мы еще грамматику будем разбирать. Обозначение действия убийства в политических спорах часто используют в знак особого осуждения. Противники абортов, пожалуйста, да. Эвтаназии, смертной казни, защитники животных и пацифисты иногда расширяют понятие убийства, выходя за рамки юридического значения с целью подчеркнуть предосудительность указания видов лишения жизни. Я говорю, пожалуйста, ты служишь этому миру, служишь сатане, служи. Для меня ваши юридические законы, вот, ноль. Пустота ничего не значит. Есть один закон. Закон Бога. Бог есть жизнь. Закон жизни. Поехали дальше. Про убийцу почитали, да? Я пишу. Иисус и ученики его иногда говорят притчами, надо образами, надо сравнения ними с животными, и надо прямо. И не называл вас... Я вот говорю, я вас уродами не называл. Вот ты говоришь, я не знаю тебя. Я и не называл... Во-первых, я к тебе вообще не обращался. Вот сейчас я обращаюсь лично к тебе. Я тебя еще ни разу не обидел и не оскорбил. Сказав, получеловек, ты такой и есть. Человек, созданный Богом, такого не творит. Ты не человек. Получеловек, отсюда же никто. Убивать беззащитное животное не может человек. Человеку было вверено заботиться и оберегать все Божье творение. Вот это, это человек. Ты не человек. Убивать животное, у которого даже когтей нету, зубов нету. Это не человек. Человек такого сделать не может. Я не обзываю тебя. Ты не человек. Человек – это тот, кто любит, тот, кто богоподобен. Потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Бог есть жизнь и любовь. Ты убивая, прекращая жизнь, ты не человек. Я уродом тебя не называл. На то, что ты намекал на меня, на гомосятию, но я тебя тоже не называл. Я знать не знаю, как ты живешь. Все, кто убивает – убийцы. Губят души – души губы. Рубят лес – лесорубы. Это не обзывание. Это людьми же придуманные или обозванные, определенные, что такое название, имя, сущность, того, что названо, что сделано. По глаголу и существительное. Любовь – это сущность, это существительное. Глагол – это любить. Это гладить. Это кормить. Это давать. Ты забираешь. Ты не любовь. Ты тьма. И тем более, я не клеветал на тебя или еще на кого-то. Потому что, во-первых, ролики мои, это вот редкие ролики лично обращены, и на твоем примере я и другим показываю. Тем более, я не лукавлю. Я не клевещу на людей. Я не называя вас уродами, знаю, что вы действительно красавцы. Я не знаю. Если вы убиваете, вы убийцы. Все. По поводу деяний. Тоже я, человек же, умные цитаты привел. Я вам тоже приведу несколько умных цитат. Книга «Деяния». Самое начало. Первая, вторая глава. Ну, первая, кто знает, по сути, Лука как бы опять первую свою книгу пересказывает. Там же «Вознесение Господа». Вы все помните, я надеюсь. Ну, или давайте, ладно, покажу. Картинки-то у меня есть, по-моему. Вы помните, да? А уже вторая глава как будто начинается опять у нас книга «Деяния». Да? Самая первая речь Петра Апостола. Причем, заметьте, если я свои ролики говорю в толпу, и то. Я говорю, до тех пор, пока не появляется вот такой недочеловек. Появляется, я говорю это в лицо. Ты пишешь мне публично комментарий, я публично тебе отвечаю. Более того, я не оскорбляю тебя, я не унижаю, я не клевещу на тебя. Читаем внимательно. Всю мы не будем сегодня читать проповедь, конечно же. Этого по определенному совету и предведению Божьему этого Иисуса. Я, конечно, добавлю, так как мы вырвались контекстом. По предведению Божьему преданного вы, вы. Петр говорит этим людям, стоящим перед ним. Самая первая проповедь Петра, когда на них сходит Святой Дух. Ты меня укоряешь, что я не во свете и не в Духе. Я именно во свете и во Святом Духе. И говорю тебе, что вы убиваете. Вы взяли, он говорит, и пригвоздив руками беззаконников, вы оплачиваете убийство этих животных. Вы, он говорит, взяли и убили. Не понял. Это Петр, может, тогда правда не в Духе. Не в Духе был, как это говорят. Не с той ноги встал. На него сошел Дух Святой, он говорит, вы. Мне говорят, что ты не проповедуешь любовь к людям. Это первая проповедь Петра в Пятидесятницу. Он их гладит по головке. Он им указывает на самый корень их зла, в котором они должны были покаяться. Он говорит, это вы взяли и руками беззаконников убили. Что еще хуже. Вы даже не сами. Вы сделали вид, вы умыли руки, как их умыл Пилат, как умыли ваши первосвященники, и вы. Вы лишь чужими руками. Вы чужие. Убивайте сами тогда этих животных. Почему вы платите за это? Еще делаете вид, что вы не убийцы? Почему вы делаете это руками беззаконников? У этого, понятно, у человека, который там работает, там эти люди, которые все это за вас, для вас делают, люди эти вообще не знают жизни. Это слуги дьявола. У этих людей вообще ничего внутри нету. Я сам там не работал, как я могу работать с моим сердцем там, даже до покаяния. Я бы никогда в жизни за километр туда, на эту бойню, не подошел бы. Я представляю, какие люди там работают. Чем он заканчивает эту проповедь свою? Глади ним по головке? Это первая проповедь апостола Петра в огромном собрании в центре Иерусалима, детям Божьим, сынам Авраама, Исаака и Иакова. Чем он заканчивает ее? Глади ним по головке? Последний стих. И так твердо, зная весь дом Израилев, Бог садил Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Вы знаете, тогда у людей все-таки хватило ума. Они не стали ему орать, ты говорил имеющую жену, как не имеющую жену, гомосек, иди отсюда. Дерьмо тут нам бросаешь, это мы убийцы, это мы убийцы, мы не убивали, мы не все орали, кто-то в пол голосочка. Мы никто не заступился, но это не мы убийцы. Он говорил, что нам делать, мужи и братья, и ты, мой дорогой, вот лучше пусть твоих уст гнилых, вот это бы прозвучало. Вы, проповедники смерти, из вашего рта идет дух смерти, дух лжи, и не смотрите на мой гневный вид, и вот такие вот слова, они не злостные, они не злобные, они горячие, точно такие же, которые я вам сейчас читаю. Он не гладил их по головке апостола Петр в первую свою проповедь, он не говорил, что Бог любовь. Он сказал, что вы убийцы, праведника, вы творите зло в этой жизни, вы должны покаяться. Он им и говорит, покайтесь. Он не говорит ему, веруйте, покайтесь. Покайтесь сначала. Ты называешь себя христианином. Да ты черт, обычный черт, бес. Сейчас до этого мы еще дойдем. Ты не человек. Человек не может убивать беззащитное животное. Не может. Я вообще еще сегодня, я даже сегодня говорить не буду о детях Божьих, которые любят врагов. Ты не человек. Человек, созданный Богом, человек. Не мужчина, не женщина. Человек, созданный Богом в раю, должен был заботиться, охранять и любить все Божье творение. Об этом и описано в первой и второй главах книги Бытия. Вот где был человек. Дальше это не люди. Это не люди. И люди, когда начинают каяться. А когда творят добро врагам, становятся детьми Божьими. Дальше. Я прямо на ваших глазах пролистываю. Вторая проповедь апостола Петра. Но вы от святого и праведного отреклись. Ты отрекаешься от истины. Не я, ты. Мне твое православие, мне твое христианство, то, что ты в него вложил, даром не нужно. Мне твое царство земное и небесное с Моисеем и прочими пророками, такими как ты, душегубами, даром не нужно. Даром, не то что за него что-то заплатить. Вы от святого, это ты отрекся от истины, от святости, от любви. И просили даровать вам человека-убийцу. У меня сегодня не просто так эта картинка, я думаю, вы поняли, да? Вы сегодня сделаете выбор. Я не просто так этот ролик пишу. Вчера был я еретик. Сегодня можно было по-разному звать. Опять я учитель, но у меня есть подобные ролики. Вы сами выберете себе учителя. Кто вам нужен? Такой, как я? Или вот такие, как они? Выбирайте. Мне не жалко. Мне такие, как вы, ученики, вот такой, как этот не человек, мне не нужен. Иисус, когда звал учеников, он им ставил условия. Отвернись себя. Продай все. Ты будешь голодать. Ты будешь спать на земле вместе со мной. Мне негде спать. Ты должен продать все и раздать. Ты должен нести поношение. Вас будут бить. Вас будут убивать. При этом он никогда не молчал на собственное оскорбление. Что я сегодня делаю? Я не унижаю тебя в ответ. Мы все когда-нибудь покаемся и обнимемся с тобой в небесном царстве. Но это произойдет тогда, когда ты изменишься. Вы от святого и праведного, вы от всего святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. А начальника жизни, какой он ему эпитет дал Иисусу, я на всю жизнь его запомнил. Начальник жизни. Мало того, что вы губите даже то, чего вы в жизни давали. Несмотря на то, что даже если вы их выращиваете на забой, вы не давали им жизнь. Вы не можете ничему дать жизнь. Вы даже давая жизнь своим детям, вы лишь посредники. Вы по-настоящему в сущности своей никому не можете дать жизнь. Бог вас учит, и мы можем лишь соучаствовать в Божьей, в божественной вообще энергии, мироздании, в том же самом творении. Мы создать ничего из ничего не можем. Мы лишь можем строить из того, что есть. Начальника жизни убили. Не понял. Вторая Петра, он пробует Петра, и он опять им тычет, что они убийцы. Он их грешниками не называл? Я пропускаю, потому что сегодня и так ролик будет очень большой. Поэтому я вынужден просто рвать. Иначе мы с вами будем очень все. У меня там знаете сколько закладок вы просто не видите? Часа на два готовьтесь. Дальше он пишет. Итак, покайтесь. И обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Как грех заглаживается? У нас в детстве еще мама с папой не учили. Прости, я больше так не буду. Ты можешь плакать, батюшке под полотенчик ходить. Куда хочешь. Пастырю там своему, дома там лицемерно плакать. Это ничего не даст. Ты должен изменить свою жизнь. Начальника жизни. Он стоит в суде. Все тот же апостол Петр. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого. Ты мне говоришь, я во тьме. Я проповедую свет. Я ревную. Я не могу смотреть на то, что вы творите. Что он им сказал? Начальники народа и старейшины израильские. Он им прямо говорит. Более того, я вам вообще говорю в общую. Хотя, как вы видите, если уж ты сам, вор, на котором горит шапка, решил вылезти, я буду по этой шапке давать. Как это делал Иисус и как делали его ученики. Я буду отвечать. Если от нас сегодня требует ответа, если ты же мне вопросы задаешь, ты же меня комментируешь. Если к тебе это не относилось, ты бы не лез на рожон. Он дает ответ. Я тоже даю ответ. В благодеяние человеку за добрые дела. Как он исцелен. За что ты наезжаешь? За что ты судишь меня? За то, что я проповедую свет? Мы сегодня не закончим так. Мы еще вспомним, где Иисус спросит, что сделать должно в субботу? Спасти душу или погубить? Я не просто вспоминаю. Сейчас, конечно, дойдем до этого. Я просто удержаться не могу. Они подняли, кто помнит этот момент. Как вы видите, мы постепенненько идем. Человека, никогда не ходившего, хромого. Их тоже судят. Ты за что на меня рот раздеваешь? За то, что я проповедую жизнь? Немощному, как он исцелен. То да будет известно всем и вам, всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, вы, он им тычет, тычет и говорит, вы распяли, вы убили. Вы, это грех. Он им что, когда они ему там запрещают, они им это делать дальше и проповедовать об Иисусе, о жизни, о любви, чем я занимаюсь, в отличие от тебя, от проповедника сатаны, от вестника тьмы, смерти, страданий и слез? Я тебе отвечу, рассуди, справедливо ли пред Богом, перед которым я стою, слушать тебя более, нежели ли вас, нежели Бога? Жизнь, любовь. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. А я, когда мне Бог еще впервые явился, я его видел и слышал и чувствовал. Это абсолютная любовь. И это не слова, это жизнь, это дела, это его энергия. От таких, как ты, идет энергия смерти и дела соответствующие. От таких, как я, идет энергия жизни. К сожалению, в мире, лежащем во зле, мы вот такими должны быть. Хотя при этом я тебе, покаявшись, ничего не сделаю уже, никогда. Но словами мы помним, как Иисус отвечал. И я делаю то же самое. Потому что он сказал, если свет, куда его? Если вы соль станете несоленой, вас тоже можно будет выбросить вон на попрание людям. Вот и все. И я не хочу стать этой солью, которая перестала быть соленой. Я буду благовествовать свет. Несмотря на все ваши бесноватые нападки на меня. Давайте мы, что еще? Побивание Стефана камнями. Что он им говорит? Когда он им начал говорить, что, представляете, Бог не в капищах. Если ты православный, сто процентов ты в этих капищах весь пребываешь. Представляете, он стал говорить, что Бог не в рукотворенных храмах. Не в храме, который построил Соломон. Представляете? Ну, там, правда, не Соломоновский уже храм, не важно был. Я его люблю так называть от того, кто первое капище построил. По желанию своего папочки Давида. Чем закончил он свою предсмертную, апологетическую, а точнее просто защитительную речь? Жестоковыйные. Люди с необрезанной сердцем и ушами. Вы всегда, это к тебе в первую очередь, говорю, конечно же, отвечай, и подобным тебе. Вы всегда противитесь Духу Святому. Дух Святой. Это все самое чистое, светлое. Бог дал жизнь. Бог нежно ее может забрать. Все эти ссылки на погубление первенцев. Бог дал эту жизнь и этих детишек аккуратненько забрал и поселил эти души в новые тела. Они умерли без скорби, без страданий. Это была ночь, они спали. И страдали, когда эти смерти случились, только их родители. Эти же бесноватые родители, которые позволили себе издеваться и убивать людей некоего еврейского народа. Знаешь, что они не имеют никакого права. И когда им до этого 10 невероятных знамений было, чтобы они этого просили делать. 9 любвеобильных, отеческих, воспитательных казней, как это называют. То, кто читал, там никакие не казни. Там уроки. Град пошел с неба, причем никто не погиб. Почитайте, что там была река сделалась, как кровь. Ну и что, никто из людей не пострадал. Почитайте, что там было. Как отцы ваши, так и вы. Вот правда. Вы все. Все такие от Адама и Евы. Кто вот это делает и кто не хочет покаяться от проповеди истины. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вот и я вам говорю. Они вообще им в лицо все это говорили, тем, кто это делал. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. И вы знаете, меня поражает, что вы, которые называетесь христианами, в которых Евангелие, в которых Иисус распятый висит на кресте, который никого не позволил себе убивать. Вы проповедуете патриотизм, убийство животных, все эти плены, казни, тюрьмы. Все вы это проповедуете. Все это делаете именно вы, которые приняли чистое словесное молоко Евангелия. Бог, который есть абсолютная любовь. Спокойненько тычет. Очень спокойненько. Переходим к Иисусу. После этого Иисус ходил по Галилею. Это седьмая глава Евангелия Тана. Кто помнит все события, он им уже в шестой рассказывает, что он хлеб с шедшей небес. Потому что иудеи искали убить его. Что же Иисус отвечает им на то, что его искали убить? Он говорит, не дал ли вам, Моисей, законы? И никто из вас не поступает по закону. За что ищите убить меня? Его ищут убить. За что? Он их спросит, за какое из добрых дел хотите убить меня? Что Иисус им говорит? Он тут же вот эту женщину, которую не позволил побить. Чем все эти беседы закажи его? Это все надо неразрывно читать. Я специально вам все это на экране показываю. Он объявляет, что он сущий. Начинает с ними, кто знает, Евангелие Тан, это такой натянутый, такой же, как сегодняшний мой ролик, наверное, такой жесткий спор с иудаизмом. Евангелие Тан называют антисемитским, антиеврейским. Что он им говорит? Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама... Прежде он им говорит, что истинно говорю вам, всякий делающий грех, убийство это грех, раб есть греха. Они говорят, отец наш есть Авраам. Ты же ссылаешься на своих отцов, Моисея. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамов бы делили. Если бы ты был Божьим человеком, если бы ты был учеником Иисуса, он никого не убивал. Он никакую рыбу сам не потрошил. Он никакого ягненка сам не убивал. Он пытался людей переделать. У него, правда, это не очень хорошо получалось, как и у нас всех. Я это теперь на собственной шкуре испытываю. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину. Вот я на себе это испытываю. Я вам даю сегодня 18 век, 16, 10, 5, 3, 0. Вы сделаете то же самое. Вы будете убивать человека, говорившего вам истину, которую слышал от Бога. На что он апеллировал? На Моисея? На Давида? На Авраама? На какого-то раввина? Он вышел и учил любви, даже к врагам, не имея возможности к чему-либо оперировать. Более того, он противопоставлял свое учение, учению человеческим. Вам сказано древним, люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, он ни к чему не оперировал. Ему ни к чему было оперировать. Он апеллировал к истине. Я говорю вам истину, которую слышу от Бога. Бог есть любовь. Вы знаете, вопрос убийства животных настолько и безумный одновременно. Уж чего бы, о чем бы можно было говорить. Даже убийство патриотизма это какая-то чушь. Вообще беззащитные животные. Ради чего? У вас на одних весах каждый день висит жизнь. Жизнь, которую никогда не вернуть. Вы не способны вернуть. Вы никого воскрешать не умеете. Да и вы не пытаетесь. Естественно. Каждый день. Жизнь и пять минут похоти моего чрева. Эти люди пытаются показать, что это я. От тьмы. Авраам этого не делал. Он говорит, вы делаете дела отца вашего. Не от любодеяния мы рождены. Говорит, одного отца имеем, Бога. Он им сказал, какой у них Бог. Если бы Бог был, отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Почему вы не понимаете речи моей? Я давно понял, почему. Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол. И вы почему хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Вы не слышите речи моей, потому что ваш отец дьявол. Значит, вы кто? Слушайте, я ролик записал тогда специально, чтобы мне было проще общаться. Я уже сказал, если вы считаете, что вся жизнь Иисуса вместилась в два часа описания его жизни, вы очень сильно ошибаетесь. Евангельский Иисус это еще не реальный Иисус. Если только в Евангелии это она, я оказывается узнаю, что Иисус позволил себе такую фразу. В других Евангелии этого нет. И благодаря этому Евангелию я вижу, слушайте, если этого не было ни в одном Евангелии, а Иоанн, почему-то решил вспомнить и написать такое антисемитское Евангелие, значит, могло быть и покруче. И дети дьявола, разве у дьявола рождаются ангелочки? Слушайте, вы что, поросят рождаете или крольчат? Дети дьявола это дьяволы. Это я ко второму. Меня обвиняет то, что я вас убийц животными называю убийцами, хотя как мне вас еще назвать начальниками жизни. Вы кому-то дали жизнь бесами, Иисус, и я обращаю внимание, что Иисус назвал им их дьяволами, детьми своего отца дьявола, только за то они еще его не убили, они только хотели. Он сказал, за что ищете меня? Только за жажду и желание убить его он назвал их детьми дьяволами. Вы же убиваете каждый день. Каждый день вы забираете жизнь живую душу взамен на пятиминутную похоть своего чрева. Каждый день. И вы меня обвиняете в том, что я употребляю неправильные слова, а вы вот это вот читали? По-моему, очень правильные слова Иисус им сказал. Не важно, что по его же воле, как Бога, сошедшего на землю, и то. Он даже по плоти от них скрывался, чтобы этого не произошло до времени. И только за это желание Иисус называет их дьяволами. Вы убиваете каждый день. То, что от нас сокрыли Иисуса, проповедующего ту же самую любовь к животным, что я вам могу сказать? Что мне вам сказать? Поверьте бумажкам. Поверившие бумажкам распяли Иисуса. Потому что с Моисеем знали, кто говорил. Откуда ты? Это ниже они ему скажут. Мы не знаем, откуда ты пришел, проповедующий любовь. А Моисей проповедовал, убей. Убей. Им это очень, это похоти ихнего отца. Они очень им были похожи. У кого-то еще есть вопросы? У меня нет вопросов. Так и вера. Если не иметь дел, я думаю, вы все знаете, откуда это место. Послание апостола Акова. Ну, вырываем со второй главы. Мертва сама по себе. Ну, скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Правильно. покажи мне веру твою. Вера человека, его жизнь, его мировоззрение, это его дела. Покажи мне веру твою и сдел твоих, а я покажу тебе веру мою и сдел моих. Какие у тебя дела? Я вижу, что ты каждый день либо сам убиваешь, либо лицемерно, руками, без законников, вообще бесновато, полностью помраченного человека, удовлетворяешь своей похоти. вот твои дела. Вот мои дорогие любимые дамы и господа. Выбирайте сами. Твои дела говорят за твою сущность, твое нутро, твою внутренность, кто ты есть. И посмотрите на мои дела. Не важно, какое у меня сейчас. Вы никогда не видели Иисуса вживую. Вы не знаете его манеру общения. Написано, что он с гневом. сейчас дойдем и до этого сегодня кусочек, он очень важный, где он исцелял Сухорукова. Написано, с гневом посмотрел. Ревность по дому, когда он выгонял оттуда по сути бесноватых торгашей, сказал, что ревность по дому сжирает его, меня сжигает ревность по Божьему творению. Я что должен вас по головке гладить? Посмотрите на веру вот этого моего судьи. Это ты меня судишь. Я тебя лично вообще не трогал. Я в ад тебя не посылаю. но я говорю твои дела называют твои им именами. Я не отправляю тебя сам в ад. Я не сужу тебя. Я не отдаю тебя на побиение камнями. Не сажаю на электрический стул. Хотя знаете внутри есть огромное желание. Я этого не делаю. Иисус сказал не судите. Не причиняйте зла. Я не делаю. Я не заберу у тебя жизнь. Я не заберу сейчас нет. Но я сужу о твоих поступках. Это делал Иисус. И прямо им говорил. Ваши дела это похоть отца вашего. Вы ищете меня убить. Вы дети дьявола. Покажи веру твою. Ты веруешь что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Он его прямо заметьте это послание. Я вам специально привел сегодня смотрите пример. Я именно в толпу пишется. Разве Яков писал какому-то человеку? Поверьте мне. В голове у него крутились определенные люди. Точно так же когда проповедники зачутывают. Сегодня правда есть прямо аватарная такая размытая личность которая мне написала я даже не знаю как назвать этого человека. Вы же все скрытые. Все прячетесь. Вас во всех любовь и истина. Только где страх там нет любви. Вы всего боитесь на свете. Я ничего не боюсь. И бесы веруют и трепещут. Слушайте они где-то прямо. Я тот внимательно слушаю что я говорю. Я это не зря просто так речи произношу. Я пишу что Иисус и его ученики иногда говорят притчами иногда образами иногда сравнения с животными иногда прямо. Мы сегодня с вами и прямо читаем и такие разные есть варианты. И это когда при личном общении и мы видим в речах Иисус говорил или в притче или прямой речи и обращенные кому-то и в общую толпу. Здесь Иаков пишет двенадцати коленом находящимся в рассеянии и бесы веруют. Назвал их бесами. Людей верующих и не творящих добро назвал бесами. После того как я такие же ролики писал в позапрошлом году кто помнит от меня все протестанты подвалились и то после естественно неких духовных битв когда пытались меня прессовать и угрожали мне и приехать хотели меня побить я говорю ну давайте здоровья то хватит не уверен и бесы веруют вы бесы человек это его жизнь вы убиваете души губит только бес и трепещут ну хочешь ли знать неосновательный человек у тебя нет никакого фунда какой у вас фундамент смерть что вера без дел мертва не делами ли оправдался Авраам отец наш возложив на жертвенник Исаака сына своего разве Бог принял жертву Исаак ты мне там напомнил что Бог отдал слова Иисуса которые он сказал рассчитывая на то что люди познавшие его ученики истину поймут о чем он говорит разве Бог принял жертву Авраама Он показал кто он есть вокруг как раз думали что Бог именно такой как раз через непринятие этой жертвы он и показал кто он есть он есть любовь и говорил он с Никодимом который все прекрасно знал эту историю и он сказал Никодим смотри теперь мой отец небесный которым я сам в себе являюсь вам как богам возлагаю себя якобы сына отца я бог он Авраама ставит бога на роль Авраама себя на роль Исаака и говорит когда я бог начнет приносить меня в жертву вам останови это ты дорогой мой ничего не понимаешь ты никогда не достигнешь познания истины ты убийца на твоих руках и устах кровь даже то что сейчас говорю ты никогда не поймешь это открывается чистым сердцам детям божьим он говорил с учителем Израиля с Никодимом который был членом Синдриона который мог это остановить Иисус специально рассказал ему эту историю реальную историю где бог не принял жертву потому что ему не нужны эти кровавые жертвы чтобы люди собственных детей приносили он ему провел параллельную аллегорию что теперь бог Авраам так его назовем бог в лице Авраама приносит меня Исаака вам в жертву останови это он не понял точно так же как ничего не понял и ты Петр противится Иисус вы все помните переломный момент во всех Евангелиях он написан 8 Марка 16 Матфея 16 Луки там одинаково хотя это пополам Евангелие делится но это уже последние события потому что Евангелие сначала пространно пишет потом сжимается как будто последний глава а события сжимаются где Господь открывается как ему должно пострадать вы помните все что делает Петр отводит его в стороночку и говорит да не будет этого с собой с тобой что он делает он говорит отойди от меня сатана этот человек укоряет меня то что я от таких как вы говорю вернее таким как вы отойдите от меня он упрямо говорит называет Петра своего одного можно сказать из лучших учеников сатаной ты мне соблазн я вам говорю то же самое я послушал тебя я послушал твою хинею говорю отойди от меня и говорю тебе дальше и вам всем таким подобным словами Иисуса он не просто сказал иди вон я же вам то же самое и тебе я дорогой всегда оставляю двери рая открытые покайся что говорит Иисус поворачиваясь ко всем и поэтому я говорю вам всем кто меня в подобном же укоряет если кто хочет идти за мной да идти за мной как ты в конце я не себя благовествую для меня то что ты там примерчики приводишь если ты слышал мои все проповеди я всегда говорил что для меня это величайшие образы и примеры такой как Иоанн Креститель предтеча Иисуса и его апостол который показывает всегда эта картина Иванова Бога явление моя одна из самых любимых я как раз об этом помню я конечно же речь Иисуса с удовольствием сейчас перетрансформирую интерпретирую не от третьего лица своего если кто хочешь идти за Иисусом пошли только что нам нужно сделать отвернуться себя похоти плоти похоти очей и гордости житейской взять крест свой за это ты когда станешь на сторону света оденешь эту шкурку знаешь как будет тяжело нести свет нести тьму очень легко за тебя сейчас конечно же твой комментарий все ага уху да веганы козлы веганы сатанисты проповедуют любовь не дают нам жрать раздирать эту плоть конечно более того вот именно вы такие вы завтра и таких как мы раздерете для вас нет ничего святого если если уж беззащитное живот набиваете что для вас моя жизнь ничего я ж твой враг а врага что нужно прибить по закону Моисея если это твои кумиры как ты приводишь крест надо взять когда когда ты понесешь добро и тогда следовать за мной вот и все поэтому я вам и говорю поэтому все твои обличения что я себя веду неправильно отодвигаюсь да хочешь пошли вместе нет отойди от меня Петр смирялся перед своим учителем не смиряйся передо мной мне это не надо но я вместе с тобой в ад катиться не собираюсь Павел Коринфянам пишет кто знает это его второе послание апостола Павла Коринфянам в основной своей массе это плач апостола его понимают вот такие как он и такие как я потому что я сейчас занимаюсь тем же самым как он их называл лже-братья ибо таковые я конечно вырву вам просто слова сегодня за какие меня укоряют это вселенские послания всем известные вот именно поэтому я и ролик который мог действительно сейчас по всей вселенной гулять спокойно я и употребляю я думаю над тем что я говорю ибо таковые лже-апостолы он называет вещи своими именами лукавые делатели принимают вид апостолов христовых и неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света а потому невелико дел если служители его принимают вид служителей правды сегодня мы о таких ты же говоришь что это правду ты говоришь что смерть это свет но конец их будет по делам их я чувствую что ты православный жаль не протестант еще бы вот в это носом тыкнуть они любят так на апостола павла ссылаться благодатью мы спасены и спокойненько протестантский я его даже словом пастырь язык не поворачивается назвать кто знает у меня даже есть один ролик посвященный реальной истории и спокойненько едет не убивать охотиться конец будет по делам их вот такие вот служители правды принимающие вид кого отца своего сатану который принимает вид только ангела света это кто это и павел такой мне кажется может я не те места читаю неудобные впрочем если захочу хвалиться не буду неразумен потому что скажу истину но я удерживаюсь чтобы кто не подумал обо мне боли нежели сколько во мне видят или слышат от меня и чтобы я не превзносился чрезвычайностью откровений да мне много дано я это знаю и вы знаете это потому что мои дела в отличие от дел этих людей явны всем явны и учительские дела мои проповеди все открыты на каналах я ничего не закрываю публичные беседы только от вашего желания все зависит выложим моих или нет я готов выкладывать каждую беседу каждый звонок лишь вы мне звоните и просите не включай можно не включать камеру можно не записывать как как вот этот вот никодим ночью ко мне ходите боитесь камеры включить свет включить спиной там со мной разговариваете я все терплю думаю да ладно ну вдруг хоть получится просветить человека дано мне жало вплоть ангел сатаны вестники сатаны удручать мне чтобы я не превзносился дальше мы не будем читать вы помните кто знает кто нет обратитесь к каналу библия моему христолюб и там найдете все последовательно читаете книгу деяния со мной апостола павла послание как он писал мы видим 42 человека дали обед не есть и не пить я все время подшучу шучу хотя это такая злая шутка в том плане печально за этих людей люди задались дали обед богу не есть и не пить пока не убьют апостола павла 42 человека там просто не описано в книге я не что с ними случилось потому что у них не получилось это деяние сделать мы знаем что павел был под арестом сопровождаем в юрусалиме там находился под домашним арестом долгое время одно его путешествие кто помнит занимало очень долгое время они потерпели крушение кто помнит да ну человек без пищи дней 40 максимум 45-50 протянет без воды там да все скорее всего все эти 42 человека если сдержали свой обед то отошли на тот свет да ангелы сатаны вестники сатаны я вам говорю подписывайтесь прямо так вы вещаете тьму я вас прямо называю по вашим делам я не вас не обзываю сатана без это не обзывательное слово это определение сущности убийца ну кстати мы подходим к концу ну в принципе час 20 уж куда еще у меня уже во рту все пересохло третья глава евангелия от марка и пришел опять в синагогу там был человек имеющий имевший сохшую руку и наблюдали за ним не исцелит ли его в субботу доброе дело сделает чтобы обвинить его я кстати много раз говорил еще раз скажу я вас даже еще к добрым делам не призываю я не призываю проповедовать эту любовь я говорю вы хотя бы зло перестаньте делать зло вы еще ничего доброго не сделаете вы только вернетесь в потерянный рай вы станете человеками хотя бы вы еще не детьми божьими станете вы еще не будьте любить этих врагов вот именно а проповедь вот то что сейчас делаю я они меня вне любви укоряют это и есть любовь потому что мы каемся вера от слышания от слышания от слова Божьего и за это слово приходится страдать ведь когда-нибудь я знаю до него дойдет он потом будет сожалеть о том что он противился истине сам потом оденется в эту шкуру и встанет на эту сторону света станет беззубым ягненком и как ему будет больно когда его будет вот такие жабить ангелы сатаны вестники тьмы зла и ненависти каждый в свою очередь терпит сейчас моя очередь видимо мое время я вас еще к добру не призывал стараюсь призывать точнее я говорю первое на что делаю акцент сначала невозможно сотворить ничего доброго если не отречешься от зла ты сам отрекись это маленький шаг будет в сторону добра потому что в принципе своей жизнью ты уже светишь ты уже делаешь вы еще не ложитесь амбразурой перед грузовиками со свиньями вы еще ничего не делаете вы не помогаете не проплачиваете какие-нибудь акции рекламу в интернете наоборот веганство вы еще пока ничего не делаете я говорю доброго вы хотя бы отрекитесь хотя это уже будет автоматически так Господь придумал отречение от зла сразу переходишь на сторону света потому что ты творишь добро уже ты не будешь губить это души ты уже добро потому что ты уже этим проповедуешь хотя бы особенно в мире лежащем во тьме ты уже свет уже маленький светильничек наблюдали за ним не исцелит ли в субботу чтобы обвинить его он же говорит человеку умевшую соку и сокшую руку стань на середину и говорит им что должно сделать в субботу вдумайтесь в глубину этих слов которые мы до сих пор не понимаем и вообще смотрю на христиан которые приняли Евангелие при служении ангелов действительно крестясь во имя его во имя любви апостол Иланд Богослов так и скажет мы познали что Бог есть любовь любовь Божия сущность его в том что он положил за нас душу свою мы любовь мы сущность Бога поняли когда Иисус Бог отдал свою жизнь начальник жизни отдал себя вот таким вот зверям человеку убийцам животно убийцам всех убийц именно поэтому для них ничто не важно животное без разницы похоть чрева похоть очей гордой жителей все это единственное что висит на чаше весов им больше ничего не нужно что нужно делать в субботу не в субботу прекрасно знайте что Иисус делал не только по субботам ходил проповедовал это уже в противовес кому бреду придуманному У Моисея это делать, это не делать, в субботу, не в субботу. Что нужно делать? Уберите эту субботу. Мы с вами не евреи, не иудеи. Ну, я не знаю, кто там мне пишет. Может, он, конечно, еврей, иудей. Я понятия не имею. Основная масса не таких людей. Их меньшинство. Иудеев и евреев. Что нужно делать по жизни? Добро или зло? Заметьте дальше какую фразу говорит Иисус. Спасти душу или погубить. Он не мертвый был. Он не воскрешал его. У человека была всего лишь иссохшая рука. И он говорит, что это спасение души этого человека. Вы же реально убиваете каждый день. Что в жизни делать? Спасать или губить? Ты мне пытаешься кучу фраз. Я про себя молчу. Мне пофигу. Что ты там обо мне думаешь? Да лампочки вообще. Говно я там жру. Гомосексуалисты. Мне это никак меня не трогает. Это меня не касается. Почему я говорю, я в отличие от... Это просто потому что публично пишешь. Вот и все. Я это все равно вынужден был зачитать. Вот я кратко отвечаю. Я как-то, видишь, по гомосексуализму целую эту не развожу. Мне до лампочки что ты обо мне думаешь? Что нужно, спасти душу или погубить? Я думаю, мы совсем умалишенные христиане и не христиане. За что ты борешься? Ты столько тратишь энергии, сил. Ты же это не только мне, понятное дело, проповедуешь. Зачем ты все? Ты ведь сколько времени тратишь читать вот это? Ты же эти фразы-то когда-то узнал, что ты прочитал. Ты сколько времени прожил? Зря потратил жизнь свою. Ты для чего? Ты куда все это направил? Не зря сказано, что Писание – это меч обоюдоострый. Ты нашел оправдание злу. Вот цель твоей жизни. Ты зря ее прожил. Ты зря прочитал Писание. Ты зря крестился. Ты будешь в аду гореть с такими же, как ты. С такими же бесами, которые тебе это на ухо шептали, ты соглашался на все это и все это проповедовал. Что нужно делать? Спасать души. Иисус не сказал здесь человеческие души. Конечно, мы знаем прекрасно, мы видим оно у вас на экране, в виде иллюстрации события, которые происходят. Это исцеление всего лишь руки, немощной, нерабочей руки у человека. Неважно, по какой причине нам неведомы. А разве животное, разве птица не разована душой живую? А разве рыба не названа душой живую? А млекопитающие? Вы там на рыбу опирайтесь. А разве млекопитающие позвоночные не души живые? Вам без разницы вообще. Для вас нет ничего святого. Ничего. Они молчают. Ну, у них хоть ума хватило тогда. Вот у тебя его, походу, не хватает. Вы даже не можете понять, что вы, возвышая свой голос, сами себе на голову собираете горящие уголья. Вот у них, я говорю, ума хватило помолчать. Они молчали. Иисус, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, протяни руку твою. Слушайте, они молчали. Иисус с гневом на них посмотрел в сердце своем, скорбя об их них жестоких, каменелых сердцах. Ты же целую петицию мне напрягаешься, пишешь. Вы думаете, мое лицо вот это, оно должно быть таким улыбчивым, которое вы видите, когда я действительно счастлив и радуюсь? Я почему сегодня должен... Знаете, если я сегодня буду улыбаться, я буду идиотом выглядеть. Человек – это явный ангел сатаны, вестник тьмы, вестник зла, публично выпятившийся. Я не должен воззреть на него с гневом. Я должен погладить его по головке. Я должен замолчать и стать солью, потерявшись силу. Да не дождетесь. Уже пройденный этап. Какая реакция у них была? Он протянул этот человек и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иридянами совещание против него, как бы погубить его. Это не дети дьявола. Это не дьяволы, это дьяволы. Они, оказывается, за все угодно, что, за любое доброе дело готовы были его погубить. Иисус, что сделал с учениками своими, удалился к морю. Он все время от них бегал. И я все время буду от вас бегать. Вернее, я готов к тебе публи... Я сейчас закончу еще эту мысль, да. Хотя, в принципе, все, мы заканчиваем, да. Я не просто так говорю, что я готов с тобой встретиться публично. Я готов всю эту свет и тьму показывать явно. Ты такой свет, давай встречаться. Давай. Пусть люди видят. Давай в скайпе, давай. Ты будешь проповедовать тьму, а я буду свет. Пусть люди сами выберут. Я, мальчик, не слабенький. Со мной лучше не связываться. Ну, конечно, я тебе даже заранее говорю. Я познал Христа. Если ты мне надумаешь выбить зубы, я буду молчать. Ты надумаешь меня распять, я отдам себя. Раньше бы я в бараний рог тебя скрутил. Сейчас я этого не сделаю. Более того, я становлюсь в лице... Я вхожу в сущность Иисуса, потому что, в отличие от многих, кто мне знает, я проповедую, что это сам Бог явился во плоти и висел на этом кресте. И Он имел власть скрутить их в бараний рог. Меня не так просто взять-то. Но я отдам себя. Будет страшно, страшно. Когда тебе ломают кости, ломают череп. Я видел, как избивают жестоко. Мы все это видим где-нибудь по телевизору. Кому-то, может, приходило даже на себе испытывать. Мне сильных страданий не приходилось. Я всегда их боялся. Я говорил, если я ничего не боюсь в плане внезапного или вообще у меня нет фобий. Ну, конечно же, кто хочет садизма испытывать? Пытки. Я всегда боялся, так скажем, пыток. Хотите сказать, я сам себе противоречу. Ну, боюсь я опять, что я не хочу. Я боюсь таким же страхом, как боялся Иисус. Мы помним, как Он в Гефсиманском саду, зная все, что предстоит, отдавая себя, как написано, Он ужасался. Конечно же, понимать, что сейчас тебя будет... И ты можешь, но ты руки взади сложишь, и тебя будут бить, избивать, надругиваться над тобой. Это жесть, конечно. Меня тоже будет трясти. Одно дело, сломать тебе голову мне несложно. А вот отдать себя, это тяжело. Когда ты имеешь власть забрать эту жизнь. И одно дело, умереть в бою, как говорят, это несложно. Это случайность. По сути, ты даже можешь не заметить, потому что это моменты, да, люди дерутся на мечах, стреляются, или даже рукопашка. А вот себя отдать, и тот понимает, что ты в его власть, и будет долго тебя мучить, вот это жесть. Я готов на это пойти, мне страшно, да. Это непросто. Я говорю, биться мне не страшно. Воевать, как бы, мне не страшно. А вот просто безгласно себе отдать, конечно, меня трясет. Но у меня есть учитель, у меня есть пример, у меня есть подвигоположник. Это Иисус Христос. Кто из нас прав, ты или я? Кого вы выберете? Проповедника жизни или проповедника смерти? От убийства свиньи до убийства человека ничего, ноль, миг, просто время, секунды. Кто вам нужен, мои дорогие, выбирайте сами. Вы знаете, эта картинка, которую вот эта вот была взята, конечно же, вы все это прекрасно знаете, и этот случай в Евангелии описан, да. На празднике же Пасхи правитель имел обычаи отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Кто знает, по преданию его звали Иисус. Иисус, Иешуа, обычное еврейское имя. Естественно, он был тоже евреем. Вот. Был в тюрьме. Ну, они, как всегда, хотели свернуть очередной римское, или очередной раз, римское это иго. И вот по преданию, я даже, я, кстати, это знал, и когда меня, я в православную семинарию несколько раз, кто знает, с отличием поступал, но не оставался учиться на очном, поступая на заочном. У меня, кстати, даже этот преподаватель на экзамене решил спросить этот вопрос, хотя он, ну, как говорится, вне экзамена, вне формата, этого не было в билетах, он не имел права это спрашивать, это даже, это такой миф церковный, даже не предание, да. Вот. Но он меня спросил, а я прям буквально где-то на днях, это тоже, ну, я же все читал, много чего читал, и вот я ему... Я, правда, по-моему, говорю, я говорю, я же знаю, я же знаю, а я прям только это читал. Он говорит, ну, ну, ты знаешь, или я, ну, знаю, я вот не помню, я даже, он меня чуть намекнул еще, и я вспомнил. Или он как бы сам ответил, я говорю, точно, я же только вот это где-то прям прочитал. Я помню, что по преданию, в этом-то как бы, ну, как хотите, простой слово, прикол, да, современный, тут, конечно, сейчас шутки совсем неуместны в таком моменте, ну, или слова жаргонные, да, вот, ну, в этом суть, да, что вот между двумя Иисуса мы выбирали, и причем Иисус, ну, опять же, Иисус же имя Спаситель, как и понятное, ну, он мог называться по-настоящему, конечно, Ешуа, да, Иисус, но я имею в виду, что мы не выбираем между меня Спасителя, потому что он-то и дело. Именно поэтому это я говорю, чисто предание, что как бы выбирается между меня Иисус, мне туда надо не толковать это слово, потому что оно переводится как Спаситель, да, вот, а, естественно, Варавой был как раз убийцей, вот, поэтому выбирали между Иисусом и Варавой. И так, когда собрались, они сказали им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом, ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел, это если ты мне там чем-то угрожал, что я там что-то публично говорю, что ты хочешь на меня, в Ютуб пожаловаться, или мне ничего, я ничего говорю не боюсь, кроме вот таких вот вещей, и то, я говорю, просто это манипуляция словами, что я ничего не боюсь, и боюсь, мы видим, что Иисус ужасался, он не боялся, то есть я испытываю чистый животный страх, я естественно говорю, когда что я ничего не боюсь, но при этом, если вы со мной будете рядом, идти, мы будем день по улице, ночью идти, бывает собака мимо идет, вроде спокойная, с хозяйкой бац, там гавкает на тебя, но ты дергаешься, это инстинкты, инстинкты и страх, тем более от которых фобия, там тебе парализация, видишь, что ты ничего здесь делать, на тебя мозги там клинит, ты не можешь здравый поступок совершить, вот этого у меня нет, это конечно же, у меня есть инстинкты, и инстинкт самосохранения, он конечно есть, адреналин у меня выделяется, точно так же, при волнении, в каких-то экстремальных ситуациях, но другой вопрос, что я постараюсь, и как начинаю тыкать, да это только на словах, слушайте, я хотя бы на словах это хочу, Иисус когда учил, положить свою жизнь, и поставить щеку, он этого тоже не делал, он только учил, а мысли материализуются, то, что ты веришь, то и будет, я в отличие от вас, не начинаю все опять на Бога взваливать, как Бог управит, Бог даст силы, Иисус мне сказал, ты это должен сделать, сказал, ты отверни себя, ты возьми свой крест, иди за мной, а не виси у меня на кресте, на горбу, еще и свой крест, да, я понесу крест, а ты меня, знаете эту шутку, вот это из этой серии, нет, ты свой, и я постараюсь явить, живого Христа, как он нас учил, сотворить и научить, рассказывать о Христе очень легко, как он взял наши немощи, и понес болезни, ты можешь поступить точно так же, Иисус сказал, ты должен, это не гордость, это желание моего сердца, научиться, стать совершенным, научиться любви совершенной, жертвенной, через что? Конечно же, через дела, вот именно, о себе фантазировать, я могу сколько угодно, и я говорю, что если такой случай будет, я всячески хочу, верю и стремлюсь к этому, чтобы так поступить, и уж тем более, если я заявляю это публично, я и не боюсь, что если это публично, я либо исполню, либо не исполню, и горе мне тогда будет, но это уж как будет, между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнию, потому что я ныне во сне много пострадала за него, но первосвященники и старейшины возбудили народ просить вараву, а Иисуса погубить, вы знаете, здесь я всегда говорю, не хватает этого слова, как Петр дал прекрасное определение Богу, которому он и является, начальник жизни, а начальника жизни погубить, представляете, обрубить начало, у растения обрубаешь корень, и оно умирает, начальника жизни убить, что вы делаете, проповедуя смерть, ну сегодня вы, ладно, листики стрижете, убиваете этих животных, людей, проповедуя там, убийство еретиков, всех врагов вашей родины, завтра вы доберетесь до корня, Бог это нам прямо показал, явившись воплоти на землю, мы готовы убить, самого Бога, если бы у Адама не были коротенькие ручки в раю, он бы и Бога убил, а то как это его голос жалит его, покайся, где ты, Адам, что ты сделал, были бы тогда у Адама возможности, тогда же он только голос слышал, была бы возможность, он бы убил и Бога, через несколько тысяч лет, его желания воплотили его дети. Когда Бог это позволил себе показать нам. Тогда правитель спросил их, и сейчас я хочу просто в конце этого ролика спросить вас, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Кого из этих двух, вот этого человека или меня, вы хотите видеть проповедником на ютубе, учителем своим, наставником, да, если хотите, образцом, примером, чьи проповеди вы хотите слушать, чьи слова, человека, призывающего вас к любви? Слушайте, если даже окажется, как вы говорите, что Бог простит, хотя Бог ничего не прощает, потому что он никого не судит, и никого поэтому не наказывает, ибо он никого не судит, а значит он не может воздать злом за зло, и не может добром за добро, каждый получает, как и мы прочитали с вами у того же самого апостола Павла, познавшего истину, что каждый получает по делам своим, вот и все. Если даже предположить такую безумную мысль, что убийство животных никак не отражается на вашей природе, даже если предположить, уж не убийство животных, точно, пусть даже тоже не отражается и то, и то, ну уж убийство, в смысле плохо, даже если предположить, что убийство животных не отражается плохо на вашей природе, вы не становитесь хуже, чернее, вонючее внутри, что на суде явится, ну уж не убийство, точно, никак плохо на вашу не может, но если предположить, что это как-то, вернее вот как, да, неплохо, а что если предположить, что да, убийство животных, погубление, душегубство, живых душ, никак не отражается никак не плохо не хорошо никак не отражается на вашей природе внутренней и не явится в конце времен всем явно то уж не убийство их соответственно тоже никак но если предположить что убийство отражается то естественно где вы будьте что будет вас при двух вариантах не убивая вы всегда в плюсе что так что так убивая вы крутите рулетку 50 на 50 мы это называют русскую рулетку но там правда в барабане по-моему один патрон из шести в револьверах а это казино красные черные четные нечетные если вы готовы свою жизнь вечную да как говорят на кон поставить сатаной в рулетку поиграть пожалуйста я нет это земная жизнь про познавшие истину тот же сам апостол аков послание которому всем вспоминали говорил что жизнь наша как пар и в вечности это секунды все мудрецы всех времен и народов говорили если вы хотите этот миг свой разыграть на рулетке на черно-белом я нет кого хотите вы видеть иисуса христолюбца димона воронежского кузнецова дмитрия или неона фроста или как он там кого вы хотите видеть на ютубе кого бы вы хотели чтобы какими проповедники заполонился мир вот такими вот ангелами смерти духами тьмы сидящими на белых пушистых пони которые описаны с которых и начинается книга по сути откровения с 6 главы с первой печати которым дано власть побеждать и которые будут вот таких людей побеждать проецируйте всегда этой вечность если будет больше таких как я если все станут такие как я а я как христос как дыру как павел павел никогда не видел христа и грил будьте как я а я как христос один тоже додумался мне тыкнуть что я все время я куя куй и приводит мне слова апостол павел вот эту фразу которая начинается с я ты хоть сам видишь что ты приводишь не хочешь к козла хочешь капусты отравить это же бред апостол павел никогда не видел живую христа ну не считая откровения конечно же его еще когда он ему явно с небес тогда открылся это непонятного концовки в этом свете он его разглядел или нет я вам могу то же самое сказать проецируйте вечность вот такие вот люди вы хотите жить на скотобойне представьте на секунду этот момент что как здесь в кожных ризах запереться можно у нас есть ключи дома двери бетонные блоки представьте на секунду вечность где все это станет явно где никуда деться нему нельзя будет вы вот с такими людьми хотите быть вы хотите среди таких людей жить вы сами хотите быть и с такими жить я нет я нет я нет кого из двух хотите чтобы я отпустил вам конечно я хочу жить с такими как я они же сказали вараву что же я сделаю с иисусом называемого христом правитель сказал что же я сделаю с иисусом называемым христом говорят ему да будет распят правитель снова говорит какое же зло сделал он какое зло сделал христолюб за какое зло за какое из добрых дел хотите побить меня камнями вы в меня их швыряющий они еще сильнее стали кричать да будет распит еще напоследок мне хотелось сказать я уже выключил ролик и потом увидел что они все сказал по своей заметке все это происходит только потому по простой причине если бы это ваши дети были ваши родственники родители друзья жены и мужья висели вот на этих крюках были разделываемый сидели в клетках дожидаясь опытов над собой или того как над ними придут повеселиться посмеяться посмотреть сидели на цепях лежали на столах для медицинских опытов и исследований если бы с ваших детей родителей друзей и родственников ваших любимых сдирали живьем кожу для того чтобы потом на себя и и напяли я думаю вы бы зашевелились я думаю что нибудь бы сделали я думаю вряд ли вы стояли бы в сторонке и тихо молча смотрели как с вашими любимыми детьми родителями друзьями родственниками и любящими и любимыми вас людьми делали такое все это происходит по простой причине фашистская идеология которая полностью поглотила человечество о том что животные ниже 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 человека с большой буквы хотя он давно потерял это звание еще в раю потому что видишь ли мы вырвали им души вопреки божьему творению описано в первой главе книги бытия позволяет нам это делать если бы мы поставили себя на их место по заповеди иисуса что как мы хотим чтобы с нами поступали так и мы поступали с ближним животные к нам очень близко они также близко к нам как и все божье творение все что нас окружает я хочу вам сказать что все вы молчаливо сочувствующие убийцам даже если вы просто сочувствуете им вы не лучше той бесноватой толпы которая осуждала и распинала иисуса причем делали они это даже не своими руками но и все вы молчаливо сочувствующие святым людям которые не делают этого не убивают животных и делают что-то для того чтобы не убивали другие всячески проповедуя это не убийство всячески заступаясь за этих бедных несчастных безгласных животных вы просто молча сочувствующие этим людям ничего не делающие сами для защиты этих безгласных действительно ни в чем не виноваты животных не лучше тех кто ничего не сделал для заступничества за иисуса которого несправедливо осудили и которого вели на собственную смерть как овцу на заклание вы не тем их не лучше ты ты и и и Продолжение следует...